Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора, здесь проживает? Здесь только Георгий Иванович. Приветствую на канале Реабилитация по Давидову. В данном ролике речь пойдет о дегенеративном заболевании диска, межпозвонковом остеохондрозе по советской классификации и о профилактике данного заболевания. Речь будет идти именно о профилактике, поскольку на данный момент не разработано ни адекватного лечения, ни адекватной реабилитации. Сейчас данное дегенеративное заболевание позвоночника встречается под различными названиями. Остеохондроз позвоночника, межпозвонковый остеохондроз, активная дископатия, дискоз, остеид, остеоартрит позвоночника. С юридической точки зрения правильными будут только два термина – дегенеративное заболевание диска и межпозвонковый остеохондроз. Приведу пример описания данного заболевания в научной статье «Боль в спине у молодых. Алгоритм введения в практике врача первичного звена Шосток Правдюк Новикова». По результатам катамнистического исследования, проведенного сотрудниками кафедры факультетской терапии имени Нестерова, по истечении 15-летнего периода наблюдения за пациентами молодого возраста с болью в спине, выявлены различные варианты течения болевого синдрома. Ими описаны рецидивирующие и персистирующие фенотипы боли в спине. Последний характеризуется сохранением ежедневной симптоматики боли в спине и отсутствием безболевых промежутков, на фоне которых случались функционально значимые обострения. Такая боль ограничивала бытовую физическую активность пациентов, подъем тяжестей более 5 кг, физическая работа по дому, занятия спортом. Во время обострений среднее значение интенсивности боли соответствовали 68-11 мм по визуальной аналоговой шкале. Отмечено, что у всех пациентов с персистирующей болью был высокий 4 балла и выше риск хронизации по опроснику стартбэк. Нами выявлена ассоциация данного клинического фенотипа со структурно-анатомической перестройкой суставного аппарата позвоночника под данным МРТ. Эти изменения включали сужение межпозвонкового пространства, третью-пятую стадии дегенерации диска по Пфирману, грыжи диска, артроз фасеточных суставов, эрозии замыкательных пластин тел позвонков, реактивные изменения тел прилежащих позвонков типа 1 и 2 по модику, остеофиты тел позвонков. Также нами было выполнено сравнительное исследование структурных изменений позвоночника у пациентов молодого возраста от 18 до 44 лет с хронической болью в спине, ассоциированной с тяжелой дегенеративной болезнью диска. Не опубликованные данные. У всех пациентов в дебюте боли в спине имел место механический ритм боли. Впоследствии присоединились отдельные симптомы воспалительного ритма. Постепенное нарастание интенсивности, появление боли в покое в ночные часы с утренней скованностью до 30 минут, регрессирующие после физической разминки. При инструментальном обследовании в обеих группах пациентов выявлены выраженные изменения поясничного отдела позвоночника, аналогичные таковым в группе катомистического наблюдения. У всех пациентов отмечались сужения высоты межпозвонкового диска, изменения межпозвонкового диска, соответствующие третьим пятым стадиям дегенеративной болезни диска Папфирману, остеоартрит фасеточных суставов, остеофиты тел позвонков. Однако у половины пациентов в изучаемых группах была выявлена триада МРТ данных. Грыжи межпозвонковых дисков, эрозия опорных площадок тел позвонков, реактивные изменения прилежащих тел позвонков первого и второго типа в помодик. У пациентов с тройным вариантом поражения позвоночно-двигательного сегмента воспалительный характер боли ассоциировался с персистирующим течением боли в нижней части спины. Отмечался более длительный анамнез боли в спине 7,2 плюс минус 2,3 года. Данный вариант структурного повреждения коррелирует с клиникой персистирующего фенотипа боли в спине и демонстрирует формирование остеоартрита позвоночника у лиц молодого возраста. На сегодняшний день в русскоязычной литературе и международной классификации болезни 10-го пересмотра остеоартрит позвоночника имеет синонимы спондилоартроз, спондилез, артроз дугоотрощатых суставов и соответствует рубрикам М47 спондилез и М15.0 полиостеоартроз. Из описания течения заболевания мы видим, что речь идет именно о дегенеративном заболевании диска, что также соответствует рентгенологическому описанию межпозвонкового остеохондроза. Комбинация межпозвонкового остеохондроза в сочетании с остеоартритом, остеоартрозом фасеточных суставов плюс возможное формирование стенозов позвоночного и корешковых каналов в союзе обозначалась обобщающим концептуальным термином остеохондроз позвоночника. Авторы статьи данное заболевание называют остеоартритом позвоночника, также по сути сборным термином и лингвистическим аналогом того же остеохондроза позвоночника. Своё решение по выбору термина авторы статьи обосновывают, ссылаясь на международный классификатор болезней 10-го пересмотра, хотя на момент написания статьи уже вступил в силу классификатор 11-го пересмотра, в котором описанное авторами заболевание обозначено как дегенерация межпозвонкового диска. Данные по распространенности патологии межпозвонкового диска. Корот и коллеги, обзор за 2022 год. На дискогенные боли приходится от 34 до 68%. Общеизвестный факт. Не каждый дегенерированный диск является источником боли. За рубежом эту ситуацию также пытаются как-то разрулить и предлагают агрессивно протекающую дегенеративную болезнь дисков обозначать как активная дископатия. По описанию это все тот же межпозвонковый остеохондроз. Ну можете свериться с описанием из радиопедии. Если хотите, можете называть это остеитом. Хотя он часто протекает бессимптомно. Или остеоартритом позвоночника. Но по факту это ассептический спондилит вследствие дегенеративного заболевания диска, что будет обозначено в МРТ заключении. Приведу пример зарубежного творчества по выдумыванию новых названий. Активная дископатия. Клиническая реальность. Буассон с авторами. 2018 год. Еще в 1990 году Ревель и его коллеги на основании результата в рентгенографии сообщили, что быстрое сужение межпозвонкового пространства равного или более 50% менее чем за 2 года при отсутствии специфических причин заболевания дисков было связано с болью в пояснице, схожей с воспалительной и которая лучше реагировала на нестероидные противовоспалительные препараты, чем другие причины неспецифической боли в пояснице. Авторы предположили, что такая визуализация и клинический фенотип могут быть связаны с активным процессом дисколиза и назвали его быстро деструктивным заболеванием межпозвонковых дисков. Также они связали это состояние с изменениями МОДИК-1. Также они заметили, что это состояние связано с повышенным уровнем маркера воспаления в сыворотке крови, таким как высокочувствительный С-реактивный белок и следовательно может отражать активную дископатию. В настоящее время концепция активной дископатии включает в себя клинические, биологические и визуализационные особенности, которые отражают активацию, то есть вспышку воспаления ранее ничем не примечательной дегенеративной болезни диска в подгруппе пациентов с хронической болью в пояснице. Проявление болезни. Утренняя скованность была продолжительнее и чаще наблюдалась у пациентов с изменениями МОДИК-1, чем с МОДИК-0 или 2. А самый сильный болезненный момент наблюдался поздно ночью и утром у всех пациентов с изменениями МОДИК-1. Дискогенная боль также чаще встречалась у пациентов с изменениями МОДИК-1, чем МОДИК-0 или 2, включая воспроизведение боли при пробах вальсавы и усиление боли при переразгибании в пояснице. Несмотря на такую воспалительную картину боли в пояснице, пациенты с поясничной болью и активной дископатией не соответствуют критериям анкилозирующего спондилита и набору критериев воспалительной боли в пояснице. Но здесь имеются ввиду заболевания, относящиеся к категории красных флагов. Другие группы дополнительно подтвердили эти клинические данные и сообщили, что активная дископатия может быть связана с плохими исходами боли в пояснице, с низкими показателями возвращения на работу, стойкими симптомами в течение одного года и повышенной нетрудоспособностью, связанной с болью в области спины. Мы видим, что российские и французские специалисты описывают одно и то же заболевание дисков, которое соответствует рентгенологическим критериям межпозвонкового остеохондроза. Данное заболевание относится к хорошо изученному, его причины и последствия известны специалистам. Немного истории вопроса. Биохимия дегенерации межпозвонковых дисков и возможности применения генной терапии. Кассинелли с коллегами 2001 год. Диски как бессимптомных, так и людей с симптомами демонстрируют схожие химические, структурные и рентгенологические данные. Однако у людей с болью в пояснице наблюдается более диффузная и тяжелая дегенерация, чем у тех, у кого нет симптомов. Биохимические анализы грыж межпозвонковых дисков у людей среднего возраста напоминают анализы более старых дисков. Это указывает на то, что диски людей с симптомами подвергаются либо ускорению нормального процесса старения, либо усилению процесса старения в результате некоторой комбинации факторов окружающей среды и генетических факторов, либо тех и других вместе взятых. Вероятно, лучше всего рассматривать дегенерацию дисков как неизбежную естественную часть старения, которая у некоторых людей происходит ускоренными темпами по причинам, которые в настоящее время неизвестны. Но здесь моя ремарка. На данный момент основные пробелы в знаниях устранены. Но осталась одна большая проблема. Визуально невозможно вычислить, кто больше подвержен данному заболеванию. Кассинелли писал так. Плохо изученные причины и клиническая вариабельность дегенерации диска затрудняют точную оценку того, кто подвержен риску развития более тяжелой дегенерации диска с более ранним началом. Диски мужчин дегенерируют на десятилетия раньше, чем женские, а также имеют более выраженную дегенерацию, чем их женские аналоги того же возраста. Факторы окружающей среды, связанные с усилением дегенерации дисков, включают курение, воздействие вибраций всего тела, а также тяжелые физические нагрузки на работе и в свободное время на протяжении всей жизни. Многие специалисты также предполагают генетическую предрасположенность к дегенерации дисков. Недавние исследования предположили связь между специфическим полиморфизмом гена Агрекана и ранней более выраженной дегенерацией диска. Вполне вероятно, что риск развития дегенеративной болезни дисков является полифакторным, причем определенную роль играют как средовые, так и генетические факторы. Шмидт Изабелла Рудольфовна писала так. Клиниках генеалогическими и генетико-математическими исследованиями установлено, что остеохондроз позвоночника это мультифакториальное заболевание с наследственной предрасположенностью. При этом генетическая компонента составляет 80%, средовая 20%. В результате взаимодействия генетических и средовых факторов в населении возможны три варианта. Первый, нет остеохондроза позвоночника. Второй, остеохондроз позвоночника без неврологических проявлений. И третье, развитие неврологических проявлений остеохондроза позвоночника. Мунир с коллегами дают данные, схожие с данными Шмидт. Сам в руки следования 1999 года близнецы, преимущественно женщины. Они сообщили о роли наследственности в 76% для поясничного отдела позвоночника и 73% для шейного отдела позвоночника. Что удивительно высоко для патологии, которая ранее считалась профессиональной средовой по своей природе. Даниловы со ссылкой на PESOLT озвучивают цифры. Определенную роль, а по некоторым данным от 52% до 74% случаев боли в спине отводят генетическим фактором. В то же время Адамс с коллегами 2010 год акцентируют внимание на том, что генетические факторы играют важную роль в старении и дегенерации дисков, но их влияние не должно быть преувеличено. Недавние исследования близнецов показывают, что вклад на следуемость и дегенерация диска составляет от 29% до 54%. При этом дополнительные влияния окружающей среды от 46% до 71% варьируются в зависимости от уровня позвоночника. Яков Юрьевич Попелянский писал так. Шмидт с авторами отметила экзогенное влияние в 84%. На первом месте оказались механические воздействия, но они нередко представляли собой обычные жизненные ситуации, которые до данного заболевания многократно повторялись без каких-либо вредных последствий. Лишь у 20% больных имели место чрезмерные нагрузки, поднятие или перенесение больших тяжестей, антифизиологичная поза, тяжелая стрессовая ситуация и другое. Из них неблагоприятные механические факторы встречались с немногим более чем у половины больных. Между тем упомянутые патологоанатомические исследования, основывавшиеся на детальном изучении нескольких тысяч позвоночников, установили иные закономерности процесса, нетипичные для экзогенных заболеваний. Также гипотеза о зависимости между характером профессиональной деятельности и распространенностью остеохондроза позвоночника была отвергнута статистическим анализом. К схожему выводу пришли и Хеманта с коллегами. Ремарка. С полиморфизмом генов, кодирующих рецептор витамина D, связаны такие процессы в диске, как повышенное обезвоживание высыхания диска, повышение выпячивания и снижение высоты диска, повышение количества разрывов и трещин фиброзного кольца, повышенный рост остеофитов. С полиморфизмом генов, кодирующих матриксную металлопротеиназу 3 типа, связана более выраженная дегенерация диска. Изменение свойств коллагена 9 типа снижает механическую прочность матрикса. Промежуточный вывод. Один человек может полжизни проработать грузчиком и не иметь проблем со спиной. Другой пару лет просидит в офисе и инвалидизируется по данному заболеванию. Перечислю параметры, влияющие на изменения состава пульпозного ядра. Первое. К изменениям на клеточном уровне, приводящим к изменению производства матрикса, относят Истощение клеток натохорды, старение мезенхимальных клеток, снижение количества резидентных клеток. Второе. К структурным изменениям, вызывающим снижение поступления питательных веществ или удаление отходов, относят Повреждение и уменьшение количества сосудов, кальцификацию замыкательных пластинок, увеличение размера диска, имеется ввиду увеличение его высоты в поясничном отделе позвоночника, что влияет на транспорт питательных веществ в центре пульпозного ядра. Третье. К механическим изменениям, приводящим к изменению клеточного метаболизма, относят компрессионную нагрузку и нагрузку сдвига. Наблюдается при расшатанности в сегментах и их нестабильности. Четвертое. Генетическая вариативность, вызывающая нарушение структуры матрикса. По-простому генетические дефекты. Это полиморфизм коллагена 9 типа, полиморфизм агрекана, полиморфизм матриксной металлопротеиназы 3 типа. Пятое. Биохимические последствия клеточных, структурных, механических и генетических отклонений. Выработка факторов роста и цитокинов. Выработка протеиназы гликозидазы. Выработка свободных радикалов, обеспечение глюкозой аминокислотами, обеспечение кислородом, накопление лактата, молочной кислоты. Визуально все процессы на схеме. Инициирующие факторы дегенерации. Это механическая травма, дефицит питательных веществ, генетические факторы, инфекционные, ожирение, истощение стволовых и или клеток предшественников. Итог. Смотрим слева направо. Снижение синтеза матрикса. Снижение популяции клеток. Уменьшение клеточной пролиферации. Снижение гидротации диска. Уменьшение высоты диска. Ухудшение биомеханических свойств диска. Повышение деградации матрикса. Увеличение старения клеток. Усиление воспаления. Увеличение иннервации диска. Усиление боли. увеличения в васкуляризации диска, усиление формирования остеофитов, увеличение разрывов кольца. Визуально на препаратах, визуально на МРТ изображении. Перечислю основных игроков, задействованных в дегенерации диска. Цитирую по Баптисте с авторами. Ремоделирование матрикса и катаболические процессы. Матриксные металлопротеиназы 1, 3, 13 тип отвечают за деградацию коллагенов, эластинов, желатинов. Самое мощное по разрушительному воздействию металлопротеиназа 3 типа, стромилизин 1. Она способна активировать все другие типы протеиназ. Адамс. Протеазы, содержащие мотив тромбоспондина. Это агреконазы, которые разрушают агрекан. Протеагликановый комплекс, удерживающий воду в пульпозном ядре. Металлопротеиназом и агреконазом противостоят тканевые ингибиторы ТИМП-1 и ТИМП-3, которые подавляют разрушение матрикса и агрекана. Дальше катаболические цитокины интерликин 1-бета и фактор некрозоопухоли альфа. Это основные цитокины, отвечающие за воспаление, активацию металлопротеиназ и агреконазы и привлечение в очаг поражения клеток иммунной системы. Опосредуют и модулируют все болевые феномены как локально, так и центрально. Интерликину противостоит антагонист рецептора интерликина 1. И ростовые факторы, от выработки которых зависит патологическая васкуляризация и иннервация диска, сосудистый эпителиальный фактор роста, фактор роста нервов бета и нейротрофический фактор мозга. Чтобы предотвратить или по крайней мере отсрочить и смягчить заболевание, нужно понимать чем оно провоцируется и как оно протекает. Но поскольку речь идет именно о профилактике данного заболевания, то основное внимание будет уделено участникам ключевых процессов дегенерации диска, на которые мы можем влиять прямо или косвенно. Общеизвестные данные по анатомии позвоночно-двигательного сегмента и межпозвонкового диска вы уже знаете и я на них останавливаться не буду. Для тех, у кого плохо с воображением, Матрикс имеет сходство с металлической мочалкой для мытья посуды. Агрекан напоминает ершик для чистки бутылок. В схемах изображают так. Разрушение Матрикса и Агрекана изображают так. Старение и смерть клеток пульпозного комплекса схематически изображают так. Всегда нужно помнить, что межпозвонковый диск является иммунопривилегированным и самым крупным бессосудистым органом человека. В норме капилляры и нервные окончания проникают только на одну треть глубины фиброзного кольца. Тип энергообеспечения клеток диска гликолиз. Транспорт питательных веществ посредством диффузии и конвекции. Время диффузии питательных веществ от концевых капилляров перед замыкательной пластинкой до центра диска 8 часов. Обратное выведение лактата аналогично. PH здорового диска 7,1. Максимальный синтез структурных белков при PH 7,0. Клетки пульпозного ядра адаптированы работать в кислой и умеренно ишемической среде. Напряжение кислорода от 1% до 5%. Снижение PH до 6,8 прекращается синтез структурных белков пульпозного комплекса. Снижение PH до 6,5 единиц ведет к дегенерации диска. В центре диска PH может равняться 5,5 единиц. Выделяют два основных пусковых фактора дегенерации диска. Первый это длительная критическая ишемия диска. И второй это травма диска, например разрыв фиброзного кольца вследствие кумулятивного повреждения. В данном ролике основное внимание будет уделено ишемии как наиболее распространенной причине дегенерации диска. Яков Юрьевич Папелянский говорил о том, что остеохондроз это профессиональное заболевание бухгалтеров и водителей, то есть людей длительно находящихся в одном неподвижном положении, у которых критически снижен обмен веществ в диске. Выделяют три последовательные фазы дегенерации диска. Первая это катепсинозависимая дегенерация, вторая воспалительная макрофагозависимая и третья репаративная макрофагозависимая фаза. Фазное течение заболевания хорошо известно специалистам. Вот, например, Дмитрий Анатольевич Искра гордо восседает на фоне схемы Ризбода и Шапира, но уже переведенной на русский язык. Итак, первая фаза катепсинозависимая. Смотрите, у Папелянского в современных схемах, в художественных схемах. Для экономии времени я пишу процесс поверхностно. В первой фазе пусковым фактором выступает закисание и критическая ишемия диска вследствие длительного кислородного голодания. Снижение напряжения кислорода ниже 1% и параллельное снижение pH вследствие накопления лактата приводит к ускоренному старению клеток пульпозного ядра. Они уже не вырабатывают ни коллаген второго типа, структурную основу здорового матрикса не агрекан, но усиленно вырабатывают правоспалительные цитокины интерлекин-1-бета и фактор некроза опухоли альфа, которые в свою очередь аутокринно и парокринно вынуждают другие клетки пульпозного ядра синтезировать матриксные металлопротеиназы и агреконазы. Также в большом количестве вырабатываются катепсины, внутриклеточные протеолитические ферменты, расщепляющие связи в аминокислотах белков и внеклеточные катепсины, которые расщепляют белковые связи в коллагенах матрикса. К тому же катепсины подавляют действие тканевых ингибиторов матриксных металлопротеиназ. Активация внутренних катепсинов и коспаз приводит к апоптозу смерти клеток через активацию рецепторов смерти фактором некроза опухоли. Схлопывание матрикса и проседание диска приводит к переносу компрессионной нагрузки на фиброзное кольцо и увеличению линейного сдвига тел позвонков относительно друг друга при сгибаниях-разгибаниях, что приводит к еще более выраженному усилению катаболических процессов в диске за счет изменения трансдукции, преобразования механического сигнала в клеточный ответ. В гипермобильных и нестабильных сегментах в дисках всегда преобладают катаболические процессы, даже если диск изначально здоров. Клетки пульпозного ядра межпозвонкового диска у людей без генетической предрасположенности к генеративному заболеванию дисков в ответ на катаболические сигналы ответят усиленной выработкой коллагена первого типа и разрастанием остеофитов по периметру диска, что приводит к саногенетической самостабилизации пораженного сегмента. В дисках могут образовываться трещины, полости между фиброзным кольцом и пульпозным ядром, полностью стираются границы, но такой диск практически не теряет высоты. Он просто превращается в единый фиброзно-хрящевый конгломерат. Сам же позвоночно-двигательный сегмент становится более тугоподвижным. Данный тип дегенеративного поражения диска рентгенологами будет обозначен как спондилез. Чаще всего данный вид дегенерации не сопровождается симптомами. При генетической предрасположенности к заболеванию процесс протекает быстро и агрессивно. Клетки синтезируют запредельное количество цитокинов, что запускает избыточный и неконтролируемый синтез матриксных металлопротеиназ и агреконаз, что приводит к химическому расплавлению и выгоранию пульпозного комплекса в кратчайшие сроки. Интерликин-1 и фактор некрозоопухоли активируют синтазу оксида азота, который в свою очередь окончательно подавляет действие тканевых ингибиторов матриксных металлопротеиназ и агреконаз. Уничтожение агрекана и матрикса предрешено. Быстрое распластывание диска приводит к неравномерному распределению компрессионной нагрузки на опорные площадки тел позвонков, что приводит к разрыву и разрушению замыкательных пластинок, трещинам и разрывам фиброзного кольца и контакту содержимого диска с клетками иммунной системы. Во многом скорость и агрессивность дегенерации диска определяется именно участием клеток иммунной системы в процессе уничтожения пульпозного комплекса. Через трещины и разрывы фиброзного кольца и замыкательных пластинок происходит инфильтрация моноцитов и макрофагов внутрь диска, чего в норме никогда не бывает. При незначительных повреждениях здорового диска клетки иммунной системы иногда проникают вглубь диска за пределы фиброзного кольца. Но здоровые хондроцитоподобные клетки пульпозного ядра защищаются фаз легандом и убивают их, активируя их фаз положительный рецептор смерти, что приводит к апоптозу интервентов. С макрофагами такой трюк не проходит. Они убивают все старые клетки ядра, параллельно синтезируя металлопротеиназы и провоспалительные цитокины, которые вызывают смерть еще сохранившихся клеток пульпозного комплекса. Выработка макрофагами и клетками фиброзного кольца хемокинов привлекает к дегенерированному диску еще больше клеток иммунной системы. Третья фаза дегенерации диска сопровождается усиленной выработкой различных нейротрофических и ростовых факторов, как макрофагами, поляризованными во второй противовоспалительный тип, так и клетками фиброзного кольца. Выраженное уменьшение гидростатического давления в пульпозном комплексе и синтез ростовых факторов способствует врастанию сосудов и свободных нервных окончаний внутрь диска через дефекты в замыкательной пластинке и через трещины в фиброзном кольце. Сам по себе агрекан является токсичным по отношению к нервным волокнам, что препятствует их врастанию в здоровый диск. Но потеря хондроэтинсульфата и замена его на кератансульфат в протиагликановом комплексе и выраженное уменьшение объема агрекана открывает дорогу к прорастанию свободных нервных окончаний вглубь диска. Поэтому третью фазу дегенерации с уверенностью можно назвать патологической репарацией диска. Более детально читайте у авторов. Соответственно иногда применяют интервенционные денервационные методы лечения. Если говорить о сравнительно медленно протекающем межпозвонком остеохондрозе, то врастание сосудов и нервов также связано с избыточным синтезом факторов роста нервов, которое зависит от постоянного закисания диска. Врастание сосудов через грануляционную ткань в трещинах фиброзного кольца это попытка восстановить тканевый гомеостаз и неуместная попытка устранить ишемию клеток пульпозного комплекса. Проблема в том, что вместе с сосудами внутрь диска также врастают и свободные нервные окончания. Фактор роста нервов, синтезируемый фибробластами и эпителиальными клетками сосудов через тирозинкиназный рецептор, активирует рецепторы, реагирующие на протоны водорода, являющиеся побочным продуктом гликолиза. Активация данных рецепторов приводит к срабатыванию аксонного рефлекса нацицепторов и выбросу вместо контакта субстанции P и кальцитонин-ген связанного пептида, что вызывает чувство боли. В дальнейшем любое последующее закисание диска будет вызывать боль через активацию рецепторов, реагирующих на протоны водорода. Также данный механизм встречается и при ригидности мышц или банальном спазме мышц, когда не выведенные в кровоток продукты гликолиза активируют свободные нервные окончания через активацию соответствующих рецепторов. Данные по врастанию нервных окончаний. Вюртс приводит такие данные. Глубокое врастание свободных нервных окончаний у людей с хронической болью в спине обнаружено у 57%, у бессимптомных только 25%. Это анамнез плюс исследование дисков после смерти. Визуально-художественная номенклатура рецепторов на свободном нервном окончании нацицептора позволяет увидеть причину возникновения боли при ацидозе диска или при наличии в нем воспалительной реакции. Свободные нервные окончания проросшие внутрь диска среагируют как на протоны водорода, так и на провоспалительные цитокины, простагландины и дальше смотрите по списку. Более детально по врастанию свободных окончаний внутрь диска читаете Гарсия Косомолон. Немного слов о рефлекторных мышечно-тонических реакциях при дегенеративном заболевании диска. Помимо нацицептивных нервных волокон межпозвонковой диски человека содержат механорецепторы в наружных 2-3 ламелях фиброзного кольца. Их морфология напоминает тельца почини, окончания руфини и чаще всего сухожильные органы гольджи. Ремарка. Данные рецепторы выполняют ту же самую проприоцептивную функцию, что и механорецепторы капсул суставов и связок. Также Роберс и другие Коппенс наблюдали в дегенерированных дисках увеличение количества структур, схожих с сухожильным органом гольджи, такие как тельца руфини и почини. Воспаление при повреждении фиброзного кольца диска или при его дегенеративном заболевании приводит к снижению порога активации механорецепторов, что вызывает различные патологические рефлекторно-мышечно-тонические реакции, как паравертебрально в зоне поражения, так и на периферии. Классика синдром грушевидной мышцы или синдром лестничных мышц. Это значительно добавляет работы и головной боли специалистам по мануальной терапии. Спонтанное повышение тонуса мышц спины и таза при повседневных нагрузках это то еще удовольствие для пациента. Вступила в спину, спазманула, заклинила, не могу разогнуться, это пламенный привет от гипервозбудимых механорецепторов. Проблемой реабилитации таких пациентов является такое явление, как бубновщина. Всегда намного проще восстанавливать пациента, если до тебя его уже не пытались восстановить какой-нибудь авторской методикой. Чаще всего это методики скопированные с экстремальной реабилитации Бубновского. Вне зависимости от пафосности названий центров, последователей Бубновского вычислить очень легко. Они рассматривают остеохондроз позвоночника не как отдельную нозологическую единицу, а как общий зонтичный термин, скопом описывающий все причины боли в спине. Реабилитологи с низким уровнем образования не видят принципиальной разницы между мышечно-тоническими реакциями при банальном повреждении соединительной ткани фасции связок капсул суставов и рефлекторными мышечно-тоническими синдромами при дегенеративном поражении позвоночника. Основной причиной боли в спине последователи Бубновского считают спазм глубоких сегментарных мышц спины, соответственно пытаются их растянуть любой ценой. Правда потом недоумевают, что у некоторых пациентов ситуация резко ухудшается. У кого есть сомнения, смотрите ролик по оценке клинической эффективности тракционного лечения. Всем известный факт. Дегенеративная болезнь диска является предрасполагающим фактором развития нестабильности в позвоночно-двигательном сегменте. Тонические реакции глубоких мышц позвоночника при остеохондрозе являются защитными и направленными на стабилизацию пораженного сегмента и саногенез. При адекватной реабилитации, с одной стороны, целью является повышение стабильности позвоночника и компенсация сниженной механической устойчивости к деформациям за счет увеличения амплитуды в тазобедренных суставах. С другой стороны, устранение патологического укорочения мышц, прикрепляемых к тазу. В шейном отделе позвоночника внимание должно быть уделено увеличению подвижности в плечевых суставах и суставах головы. Всегда достаточно простых упражнений на растяжку и простых упражнений на стабилизацию. Плюс адекватная мануальная терапия по снятию блокирования суставов позвоночника, если вовремя не произошло спонтанное деблокирование выше-ниже лежащих от пораженного сегмента. Монография Виктора Петровича Веселовского как пример такого подхода к мануальной терапии. Поэтому там, где грамотные реабилитологи укрепляют позвоночник, последователи Бубновского растягивают и ослабляют позвоночник. Среди украинских реабилитационных школ я знаю единственную школу, в которой межпозвонковая остеохондроза рассматривается как агрессивное течение дегенерации диска, то есть согласно современным научным представлениям о данном заболевании. И это школа Орней. У всех остальных реабилитологов или физиотерапевтов, как модно их сейчас называть, остеохондроз позвоночника это или естественный возрастной процесс типа седых волос и морщин на лице, или редкое заболевание детей, собак, лошадей и свиней. И все ссылаются типа на доказательную медицину. Итак, пусковым механизмом дегенерации диска выступает критическая ишемия диска. Клетки пульпозного ядра адаптированы работать при гипоксии, а основным механизмом выработки энергии является гликолист. Соответственно, данный процесс сопровождается накоплением лактата, молочной кислоты, катепсинов и свободных радикалов. В норме все продукты метаболизма успешно выводятся из диска и утилизируются. Поддержание выживаемости клеток при низком pH и низком напряжении кислорода зависит от способности клеток синтезировать и вовремя утилизировать фактор индуцируемой гипоксии 1α. Данный фактор отвечает за пролиферацию клеток, поддержание их метаболической активности, регуляцию синтеза экстраклеточного матрикса, регуляцию ангиогенеза, регуляцию аутофагии и апоптоза и минерализацию замыкательной пластинки. Данный фактор в художественной схеме. При напряжении кислорода в пульпозном ядре порядка от 1 до 5%, данный фактор активирует как сигнальные пути, запускающие анаболические процессы в клетках через активацию генов, отвечающих за синтез агрекана и коллагена 2 типа, так и сигнальные пути, запускающие катаболические процессы через активацию генов, отвечающих за синтез интерлекина-1, фактора некрозоопухоля и так далее. Другими словами, он отвечает за баланс анаболических и катаболических процессов и работает по принципу стрелочного перевода на железной дороге. Активность фактора связана с циркадными ритмами и напряжением кислорода. Общая схема процесса выглядит так. При падении напряжения кислорода ниже 1%, это выраженная гипоксия, данный фактор активирует только катаболические пути и по сути является химическим детонатором воспалительной реакции в диске, итогом которой будет апоптос клеток, смерть и разрушение матрикса металлопротеиназами и агреконазами. Причем данный процесс идет лавинообразно и остановить его банальным восстановлением напряжения кислорода уже не получится. Как уже понятно из вышесказанного, главными зачинщиками воспаления и дегенерации диска являются провоспалительные цитокины интерлекин-1-бета и фактор некрозоопухоли альфа. Как раз их разрушительное действие и пытаются подавить. В статьях взаимосвязи активности интерлекина-1-бета с процессами изображают так или так или в связке с фактором некрозоопухоли. По Вангу и соавторам. На данной схеме два главных провоспалительных цитокина, взаимоусиливая действия друг друга, стимулируют деградацию матрикса, ускоряют старение клеток, усиливают воспалительные реакции, регулируют пролиферацию клеток, усиливают оксидативный стресс, индуцируют апоптос, пироптос, ангиогенез и неоиннервацию. Соответственно, все современное лечение направлено на блокирование деятельности этих двух зачинщиков воспаления. Также злостно хулиганит интерлекин-6, но он активируется намного позже под действием двух вышеназванных зачинщиков. Сейчас смотрим препараты и протоколы лечения. Первые попытки подавления данных цитокинов. Это применение пентоксифилина и доксициклина. В статье Ризбада и Шапира, Этенерцепт, Адалимумаб, Инфлексимаб применяют для подавления фактора некрозоопухоли, Тацелизумаб против интерлекина-6. У Даниловых в книге «Управление болью биопсихосоциальный подход за 2012 год» «Инфлексимаб, Адалимумаб, Этенерцепт против фактора некрозоопухоли, Тацелизумаб против фактора роста нервов, Хондроэтин и глюкозамин против интерлекина-1 и нестероиды». Ну, все сходится. В руководстве боль в спине пособят для семейных терапевтов аналогично, но к 2019 году Тацелизумаб не оправдал надежд и снят с испытаний. Эффективность глюкозамина опровергнута, доказано его пагубное влияние на метаболизм диска Хондроэтин, а отсутствует доказанная эффективность, ну с чем я всех и поздравляю. На данный момент отсутствует адекватное лечение данного заболевания, так же как отсутствуют какие-либо методики реабилитации, которые могут обратить вспять дегенеративные процессы. Но, к счастью, существует профилактический потенциал для борьбы с данным патологическим процессом. Они же соавторами обзора 2022 года «Причины и молекулярные мишени лечения дегенерации межпозвонковых дисков». Фундаментального лечения этого заболевания не существует, и современные методы лечения направлены на косвенное облегчение симптомов. На сегодняшний день проведено множество исследований, и основная стратегия всех методов лечения дегенерации межпозвонкового диска заключается в предотвращении потери клеток из-за запрограммированной или регулируемой гибели клеток. У интерлекина-1 и фактора некрозоопухоли есть природный антагонист, который подавляет их действия. Это инсулиноподобный фактор роста-1. Соответственно, он регулярно мелькает во всех схемах. В статьях Ванг с авторами. Инсулиноподобный фактор роста-1 значительно снижает апоптос, индуцируемый интерлекином-1-бета. И было обнаружено, что инсулиноподобный фактор роста подавляет апоптос клеток пульпозного ядра, опосредованного действием фактора некрозоопухоли. Также на воны с авторами доказательства поддерживают предположение, что такие ростовые факторы, как инсулиноподобный фактор роста-1 и трансформирующий фактор роста-бета-1 значительно стимулируют пролиферацию клеток пульпозного ядра у человека. На картинке изображают вот так. Поэтому начались попытки прямого введения ростовых факторов внутрь диска с помощью интервенционных методов. Но очень быстро пришли к выводу, что это неэффективно из-за кратковременного положительного эффекта и подобное лечение часто дает противоположный эффект. Например, читайте Фонтана с коллегами. Лин с коллегами в своем обзоре сигнальные пути инсулиноподобного фактора роста здорового межпозвонкового диска и при заболевании суммировал накопленные данные. 1. Нормальная активация сигнального пути в дегенерации в дегенерированном диске приводит к увеличению синтеза экстраклеточного матрикса, увеличению клеточной пролиферации, снижению апоптоза клеток. Активация в здоровом диске. К снижению деградации матрикса, уменьшению воспалительного ответа, снижению старения клеток. 2. Патологическая активация сигнального пути в дегенерированном диске приводит к увеличению врастания сосудов и чрезмерной пролиферации клеток. Активация в здоровом диске, увеличение врастания нервов и увеличение дефицита питания диска. Лин пишет, что инсулиноподобный фактор роста в межпозвонковом диске может поступать из двух источников. Первый – это циркулирующий фактор с секретируемой печенью. Отсутствие содержания фактора в плазме может снизить образование связывающего комплекса рецептора в межпозвонковых дисках на 10-20%. И второй источник – это аутокринный и парокринный из тканей межпозвонкового диска. Лю с коллегами, статья «Инсулиноподобный фактор роста 1 активирует сигнальный путь фосфоинозитит-3 и АКТ-кинас, противодействуя дегенерации дисков поясничного отдела позвоночника». Пациенты с дегенерацией поясничных дисков имели значительно более низкие уровни инсулиноподобных факторов в сыворотке, а дегенерированные диски имели значительно более низкие уровни активированных рецепторов данного фактора. Инсулиноподобный фактор роста 1 индуцировал фосфорилирование, ну это активацию рецептора фактора, что приводило к значительному ингибированию матриксной металлопротеиназы третьего типа. Оу Ян с коллегами, сигнальный путь фосфоинозитит-3 и АКТ-кинасы, ключевой игрок в дегенерации межпозвонкового диска, пишет, «Активация данного сигнального пути защищает от дегенеративного заболевания диска, что объясняется увеличением содержания экстраклеточного матрикса, предотвращением апоптоза клеток, облегчением пролиферации клеток, индукцией или предотвращением клеточной аутофагии, уменьшением окислительного повреждения и адаптацией к гипоксической микросреде». Элмасри с коллегами также заявляют о ключевой роли инсулиноподобного фактора в гомеостазе дисков и также говорят о двух вышеупомянутых источниках синтеза фактора. Приведу один из выводов авторов. Ожирение связано с низким уровнем факторов плазмы и повышенным риском дегенерации поясничных дисков. Результаты этого анализа предполагают причинную взаимосвязь между дефицитом фактора, наблюдаемым у людей с ожирением и дегенерацией межпозвонковых дисков. Подобный патомеханизм был предложен для объяснения связи между ожирением и остеоартритом хряща бедра. Также кадау с коллегами. Ожирение указали как один из основных факторов дегенерации диска. У зрителя может возникнуть вполне закономерный вопрос. А какое нам дело до этого самого инсулиноподобного фактора роста? На самом деле все очень просто. Когда говорят об источниках этого самого фактора роста, особо не любят распространяться, что ростовые факторы относятся к миокинам и вырабатываются при мышечной работе. Чтобы в этом убедиться, возьмите любую статью по данной теме. Например, скелетные мышцы как эндокринный орган. Роль миокинов в адаптации к физическим нагрузкам Хоффмана и Вейгерта. Я уже приводил мнение Педерсена, который указывал, что основным источником миокинов являются мышцы ног. И больше всего миокина вырабатывается при беге и ходьбе. Поэтому низкое содержание инсулиноподобного фактора в плазме у людей с избыточным весом связано не сколько с плохой работой печени, сколько с низкой двигательной активностью и хронической гиподинамией. Косвенное тому подтверждение данные о том, что в США боли в спине страдают в 3 раза выше, чем в других странах. Достаточно вспомнить, что многие американцы имеют избыточный вес и предпочитают передвигаться на автомобилях. Гиподинамия в Штатах объявлена пандемией. Поэтому ежегодные затраты в Штатах, связанные с лечением боли в спине, достигают 100 миллиардов долларов. Кто-то заболел, а кто-то на этом хорошо заработал. Логично. Чтобы инсулиноподобный фактор возымел свое анаболическое действие, нужно, чтобы он попал в диск и соединился со своим рецептором на мембране клетки. Для этого нужна полноценная конвекция, которая обеспечивается механизмом проседания диска и с последующим дальнейшим полным снятием компрессионной нагрузки, которая обеспечивается в ночные часы отдыха. Траваския с коллегами. Во время физической активности периодическое сжатие диска усиливает молекулярный конвективный транспорт, увеличивая проникновение в межпозвонковый диск как мелких растворенных веществ, например, питательных, так и более крупных, например, инсулиноподобный фактор роста 1. Фактор связывающего протеина и связывающего комплекса. Длительная компрессионная нагрузка на межпозвонковый диск, например, в положении стоя-сидя, может иметь противоположные эффекты. С одной стороны, это уменьшит диффузию растворенных веществ за счет уменьшения содержания воды в тканях. С другой стороны, это облегчит транспорт растворов за счет уменьшения высоты диска. Многочисленные исследования показали, что эффект изменения высоты диска должен быть преобладающим, что приводит к улучшению транспорта растворенных веществ. Напротив, наблюдения инвива показали, что статическое сжатие замедляет транспорт небольших растворенных веществ. Ван Дёрсен с коллегами изучал связь между повседневной деятельностью и усадкой позвоночника. Первый график демонстрирует среднее значение уменьшения высоты позвоночника, здесь усадка-проседание, связанное с потерей высоты дисков за счет дегидратации, уменьшения процента удержания воды в межпозвонковых дисках. Положение стоя и ходьба оказывают большее давление в дисках, чем сидение, и, соответственно, больше выжимают из них воду, дегидратируют. Но чередование фаз сжатия выдавливания воды из диска с последующим снятием компрессионной нагрузки в период ночного сна, декомпрессия, приводит к тому, что при изгнании из диска вода забирает с собой продукты обменных процессов, лактат, тем самым препятствуя окислению диска и снижению PH. Соответственно, препятствует активации катепсинов. Ночью происходит обратный захват воды и восстановление тургора. Длительная ходьба с периодом дневного отдыха и полноценного сна выступает как естественная помпа, откачивающая продукты обмена и закачивающая воду с питательными веществами, глюкозой, кислородом и ростовыми факторами, включая инсулиноподобный фактор роста. Такой помповый механизм работает не по принципу чередования линейного растяжения с последующим сжатием, тракция позвоночника с последующим снятием нагрузки, а по принципу карусели. Вот картинка. При ходьбе позвоночник скручивается по спирали с последующим раскручиванием, в кавычках, при каждом цикле шагов. Компрессия сосредотачивается не на каком-то конкретном участке межпозвонкового диска, а постоянно смещается по площади поверхности условного шара, пульпозного комплекса. Ну, по сути, пульпозный комплекс здорового диска работает как шаровый сустав. Поэтому ходьба является самым физиологичным видом локомоции и самым полезным для здоровья диска. Также Ван Дёрсен с коллегами изучал влияние повседневной деятельности на боль у пациентов с болью в пояснице. На изображении сравнение двигательной активности и количество жалоб на боли в спине из расчета на 100 человек. Если работа связана с длительным сидением, то из 100 человек 85 будут жаловаться на боли в спине. Если двигательная активность связана с ходьбой, то таких будет лишь 23 человека, ну то есть 23%. Выполнение многих производственных и бытовых задач приводит к нагрузкам на диск, которые нарушают поступление глюкозы и кислорода в диск и выведение продуктов обмена. Это приводит к голоданию и ишемии клеток пульпозного ядра, что является причиной запуска катаболических процессов и ведет к ускорению дегенерации. Следовательно, катаболические процессы нужно компенсировать анаболическими, которые будут связаны с нагрузками, стимулирующими анаболизм. Напомню, что анаболические реакции лежат в диапазоне от 0,3 до 1,3 мегапаскаля. Данный вопрос хорошо изучен в вилке и его командой. Поставьте на паузу и посмотрите данные по внутридисковому давлению. Другая работа вилки с визуализацией. Если двигательная нагрузка длительная и постоянно находится за пределами анаболического диапазона, и при этом человек имеет генетическую предрасположенность к дегенеративному заболеванию диска, то есть все шансы пополнить ряд больных, страдающих данным заболеванием. Но поскольку на данный момент невозможно визуально или по каким-либо другим критериям определить, кто находится в группе риска, то все должны предпринять профилактические меры против дегенерации диска. Ну тем более, что в качестве профилактики достаточно обычной ходьбы средним и быстрым темпом. Пару-тройку километров в самый раз. Кто хочет, может бегать трусцой. Белови с коллегами изучили вопрос, могут ли физические упражнения позитивно влиять на здоровье межпозвонкового диска и пришли к такому выводу. Синтез литературы показывает, что динамическая осевая нагрузка на позвоночник при медленной и умеренной скорости движения вероятно приведет к положительной адаптации анаболизму диска, в то время как высокие ударные нагрузки, резкие движения, движения с экстремальными амплитудами, так же как малоподвижный образ жизни, гиподинамия и иммобилизация вероятно являются вредными, катаболическими. В литературе подчеркивается, что бег и виды спорта на выносливость в вертикальном положении либо полезны или по крайней мере не вредны для диска, тогда как виды спорта, включающие плавание, бейсбол, тяжелую атлетику, греблю и верховую езду с большей вероятностью приводят к дегенерации диска. Также данный вывод о пользе бега и ходьбы был подтвержден исследованием Белла Ви в статье «Бег укрепляет межпозвонковый диск». Динамическая нагрузка на межпозвонковый диск от 0,2 до 0,8 мегапаскаля, генерирующая внутридисковое давление примерно от 0,3 до 1,2 мегапаскаля, считается оптимальной величиной нагрузки для межпозвонкового диска. На основании данных о внутридисковом давлении инвива в этот диапазон величины нагрузки попадают такие виды деятельности, как ходьба и бег, но не подъем груза массой 20 кг и не лежание. Мы также отметили, что сидячий образ жизни не был связан с положительными характеристиками межпозвонкового диска. В свете предшествующей работы результаты нашего исследования показывают, что по сравнению с другой двигательной активностью, быстрая ходьба или медленный бег могут обеспечить сильнейший анаболический стимул для адаптации межпозвонкового диска у человека. В более широкой популяции чаще всего дегенерации подвержены межпозвонковой диске нижнего поясничного отдела. Более того, повторяющиеся нагрузки на позвоночник считаются фактором, способствующим развитию дегенерации межпозвонкового диска. Несмотря на повторяющуюся нагрузку на позвоночник во время бега, группы занимающихся в настоящем исследовании не показали каких-либо пагубных эффектов в этих нижних поясничных сегментах. Напротив, у бегунов на длинные дистанции и у бегунов трусой были выявлены доказательства лучшей гидротации межпозвонкового диска и содержания гликозаминогликана в нижнем поясничном отделе позвоночника, чем у тех, кто не занимался спортом. Более того, доказательства гипертрофии межпозвонковых дисков, связанные с привычным бегом, были наиболее убедительными на нижних поясничных уровнях. Наши данные показывают, что повторяющаяся осевая нагрузка на позвоночник под весом тела во время бега у здоровых людей вполне может быть полезна для межпозвонковых дисков нижних поясничных отделов. Также быструю ходьбу можно использовать в качестве дополнения к упражнениям на стабилизацию позвоночника. Шнайдерман и Кац Лорер пришли к выводу, что шестинедельная программа ходьбы средним темпом также эффективна, как и шестинедельная программа специальных укрепляющих упражнений. Подобный вид двигательной активности следует рассматривать как часть лечебной физической культуры в широком понимании термина «двигательная культура». Если кто-то надеется, что ходить он начнет уже после того, как разовьется болезнь диска, то я могу разочаровать. Оуэн с коллегами Беллами в том числе провели 6-месячное исследование, в котором они не смогли добиться такого же анаболического эффекта анаболических нагрузок, как и у здоровых дисков. Также выводы Оуэна подтверждаются выводами обзора Руфили, что анаболическая физическая нагрузка, приложенная к дегенерированному диску, уже не имеет того анаболического потенциала, который она имеет при здоровом или слегка дегенерированном диске. Что говорит нам о том, что профилактикой пренебрегать не следует. Может оказаться слишком поздно. При PH диска 6,5 единиц, любая нагрузка, приложенная к диску, будет вызывать катаболический эффект и усиливать дегенерацию диска. Поэтому после 8-часового непрерывного сидения в офисе, занятия только на тренажерах особой пользы диском не принесут. Две трети тренировки должны быть посвящены ходьбе, ну или идти там в зал пешком. Руфили с коллегами пишут, что умеренная механическая нагрузка может иметь важное значение для предотвращения деградации матрикса диска. Клиническое подтверждение это состоит в том, что умеренные физические нагрузки могут играть защитную роль против дегенерации диска. Однако, по-видимому, это неверно в отношении обоих как дегенерированных, так и недегенерированных межпозвонковых дисков. Фактически, физиологическое гидростатическое давление, по-видимому, увеличивает экспрессию коллагена второго типа и агрекана только в здоровых клетках пульпозного ядра, но не в дегенерированных. С другой стороны, применение 20% циклической деформации растяжения при частоте в 1 Гц на дегенерированных клетках фиброзного кольца не только не подавляет экспрессию генов матриксных протеаз, но также приводит к снижению экспрессии генов агрекана и коллагена первого типа. В этом свете, с клинической точки зрения, умеренные физические нагрузки при дегенерированном диске могут иметь пагубные последствия на метаболизм внеклеточного матрикса, хотя это требует дальнейших исследований. На картинке это будет выглядеть вот так. Поэтому, повторюсь, профилактикой пренебрегать не стоит. Поэтому, по всем вопросам относительно ходьбы, обращайтесь к профильным специалистам. Всем спасибо за внимание!